Филипп Георгиевич Габуния Казахстана и Беларуи, с другой стороны, может привести к определенной начальной стадии интеграции, к определенному дисбалансу в потоке товаров и услуг. Хотелось бы узнать вашу перспективу, перспективу Российской Федерации на экономическую интеграцию и как вы видите взаимодополняемость наших экономик в рамках Таможенного Союза. И тоже, если можно, очень коротко. Спасибо большое, Жанар Садахметовна. Постараюсь очень коротко ответить. В отношении диспропорций, я скажу так, что действительно экономика Российской Федерации крупная. Сейчас мы сняли барьеры и определенные шоки, сейчас шоки, наверное, громко сказано, но тем не менее мы видим тенденции, связанные с разным уровнем цен, с разной степенью налоговой политики, которые определенные движения в товарах и внутренние инфляционные процессы в странах определенным образом влияют. Вместе с тем, я хотел бы отметить, что мы имеем и другой тренд. Мы знаем, что, например, Республика Казахстан имеет гораздо лучшее место по рейтингу Всемирного банка Doing Business. И у нас складывается определенная конкуренция институтов, институциональных условий в странах. Мы оцениваем это хорошо, потому что мы считаем, что это стимулирует Российскую Федерацию вести соответствующие преобразования, конкурируя за инвестора с Казахстаном. Опять же, тезис о том, что у нас нет взрывных потоков взаимных инвестиций, ну, наверное, взрывного нет. Тем не менее, я хотел бы отметить, что за прошлый год по статистике, собственно говоря, вашего статистического ведомства, российские инвестиции вывезли на 27%. У нас очень сильно увеличилась кооперация взаимная, много совместных проектов. И мы это оцениваем как следствие того, что бизнес начал доверять тем процессам, которые мы идем. Он видит гарантии того, что мы будем исполнять взятые взаимодолго-друга обязательства. И действительно так, когда мы закрепляем определенные правила на международном уровне, в соответствии со всеми нашими институциями, это является одной из составной частью национальных законодательств. И это создает достаточную стабильность для уже интеграции непосредственно предприятий друг к другу, по крайней мере, проекновения экономики. Возвращаясь к тезису о доминировании России, мне кажется, что здесь мы сделали очень важный шаг, создавая наш наднациональный орган. Я отмечу, что он создан на абсолютно паритетных основах. Да, у нас все решения принимаются либо вообще в форме консенсуса, если это относится к уровню венцепремьеров, международного уровня. А что касается работы самой комиссии, то делегируется по три представителя от каждой стороны, а решения принимаются большинством в шесть голосов. Что, в принципе, возможно даже такая ситуация, когда три представителя, от делегированных от Российской Федерации, хотя, естественно, они представляют все объединение, могут возражать, а решение, тем не менее, может быть принято. В этом смысле, мне кажется, что у нас сейчас в сфере институциональной, как раз которая и будет сейчас, как работает четвертым игроком, которым будет являться комиссия, которая сможет размышлять именно об интересах всего объединения в целом, этот баланс интересов всех стран соблюсти, и тем самым двигая объединение в целом вперед. Да, еще предстоит очень многое сделать, много проблем здесь поднималось, в том числе и весьма для меня, правильно, интересная проблема была поднята господином Харрой, о том, что нам нужно будет выработать формат взаимодействия с торговыми режимами других стран. Да, если участие в многосторонней системе, здесь примерно формулу мы нашли, но касаясь дальнейших двусторонних взаимодействий, возможности преференциальных соглашений с какими-то торговыми режимами, здесь нам необходимо этот вопрос как-то проработать и регулировать. А в целом, я могу сказать, что мы смотрим крайне позитивно на те процессы, которые у нас здесь идут, мы вместе с вами проделываем действительно большую работу, идем, на наш взгляд, хорошими темпами, благо у нас есть у кого подглядеть в лице Евросоюза, и как вот уже не раз звучал здесь тезис о том, что в условиях глобализирующейся экономики интеграция – это неизбежный процесс, мне кажется, что просто достаточно посмотреть на карту, где мы имеем, с одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, Азиатский регион, Китай, страны АТР, и вот в середине как раз наше создающееся интеграционное объединение, оно просто – это естественный ход экономических процессов, и поэтому мы смотрим на будущее большим активизмом и считаем, что у нас все получится. Спасибо. Спасибо.